В мире продолжают снимать карантинные ограничения. В Италии, где смертность от коронавируса официально вторая, самая высокая после США, собираются отменять меры очень осторожно. Так, с понедельника итальянцы могут выходить в парки и скверы, однако соблюдать дистанцию не менее двух метров. Также в стране откроется больше предприятия, а людям разрешат навещать родственников. При этом большинство магазинов остаются закрытыми до 18 мая, а рестораны и бары могут продавать еду только на вынос. Школы, кино, театры, музеи и парикмахерские тоже пока закрыты. «Мы готовим заказ на доставку. Так мы отреагировали на эту ситуацию. Выполняя все требования по безопасности, мы решили доставлять еду только в вакуумной упаковке». Между тем южнокорейцы массово устремились за покупками. В стране ограничительные меры стали снимать 19 апреля. Возобновились внутренние перелёты. «Во время вспышки нового коронавируса люди не думали о том, чтобы что-то покупать. Их волновало только то, где купить маски для лица и самые необходимые вещи. Но теперь случаев заболевания становится меньше. Люди приходят купить цветы, чтобы поднять себе настроение. «Я пришла с подругой, чтобы подышать свежим воздухом. Теперь я могу сама примерить украшения. Так приятно, что можно ходить за покупками лично». А в Таиланде тысячи людей потянулись на рынки с уличной едой. Правительство сняло запрет на некоторые виды деятельности, поскольку на прошлой неделе число инфицированных коронавирусом в стране стало снижаться. С 3 мая разрешили возобновить работу открытым рынкам, ресторанам у торговых центров, паркам, парикмахерским и салонам для животных. Однако ночной комендантский час в стране сохраняется. «Мой лоток был закрыт 40 дней, поскольку никто сюда не приходил. Я потерял 70% дохода. Сегодня первый день снятия запрета. Теперь можно немного заработать». В Израиле с воскресенья возобновили работу некоторые школы. Пока вернулись только младшие и старшие классы. В помещениях должны обеспечивать социальное дистанцирование. Некоторые родители переживают. «Сегодня возвращаться к нормальной жизни немного страшно. Но мы знаем, что это важно, и нужно возвращаться постепенно». При этом многие родители пока решили не приводить детей на учёбу. В Израиле с населением в 9 миллионов человек зафиксировали более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом и 230 смертей от болезни. В Испании же впервые за 7 недель разрешили заниматься спортом на улице, а также выходить на прогулки. Впрочем, пока такие прогулки ограничены по времени и разделены между разными возрастными группами. Также частично сняли ограничения на работу салонов красоты. Полностью отменить карантин в стране планируют к концу июня.